Новые возможности для развития в крае сельского хозяйства, производства продукции с маркировкой «ЭКО» и выхода мелких производителей на крупные рынки открываются у кубанских фермеров. Сегодня на 24-й сессии депутаты ЗСК приняли в окончательной редакции закон об органическом земледелии. Объёмы растений и водства на Кубани сегодня сравнимы с европейскими, а новый закон в значительной степени – программный документ, с которым напрямую связано дальнейшее развитие местного агропрома. Производство экологически чистой продукции в растении и водстве может стать серьёзной нишей для мелких и средних сельхозпроизводителей. При этом фермеры смогут задействовать и те земли, которые пока простаивают. Здоровое питание и ЗОЖ – активный современный тренд. И экологически чистая продукция найдёт своего потребителя и на внутреннем, и на внешнем рынках. Здоровой продукцией, прежде всего, нужно кормить жителей нашего региона, жителей нашей страны, а потом уже экспорт – это вторая составляющая. Вот такая возможность есть. И людские ресурсы, производственные. И мы живём на Кубани. Вот сам Бог велел, это должно, это просто должно развиваться именно здесь, на нашей территории. Сегодня на прилавках хватает продукции, маркированной приставкой «эко». Но пока нет чётких критериев её чистоты. Новый закон станет отправной точкой, на основании которой впоследствии будут разработаны местные нормативы экологичности. Где мы производим, как мы производим, какими средствами мы производим, как мы это перерабатываем, как мы это транспортируем. Это такая целая цепочка. Поэтому будут задействованы соответствующие лаборатории. Это тоже очень важно. У нас их сегодня, кстати, в крае достаточное количество, которые оснащены самыми современными оборудованиями, которые позволяют на достаточно глубокой основе произойти и анализ почвы, и анализ самой уже готовой продукции. Ещё год назад в крае была поставлена задача поднять уровень производства мясной продукции минимум до уровня 90-х годов. Сейчас, по словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, определена новая точка роста кубанского агропромышленного комплекса в растении и водстве. Органические продукты могут стать не только одним из успешных направлений сельского хозяйства, но и способствовать улучшению здоровья кубанцев. Марина Богданова, Иван Жалнин, телекомпания «Краснодар».